здравствуйте меня зовут татьяна я рада вас приветствовать на канале который так и называется татьяна кельмяшкина кто со мной давно и преданно тот знает что с понедельника я начала свою собственную неделю неделю стартов касая черточка финишей и сегодня я ее завершаю кто пришел впервые и хочет с нами остаться мы будем только рады сегодня у меня финиш вы помните как прошлом ролике я заботливо оставила 2 ма . drops flora на всякий случай скажу номер потому что иногда на ролик приходит первый раз 4 шерсть альпакой составе очень люблю я такой состав приноровишься к нему сначала не знаю там где-то постираешь горячей воде где-то еще что-то теперь прекрасно знаешь что очень теплая нитка до подваливается до шеверюшками делается если этот джемпер то подмышками и вот здесь скорее всего где пальчики будет очень сильно подваливаться прям до валенка но она свое дело сделает тепло уют комфорт все это мы от нее получим так вот второй моточек мне не понадобился я управилась одним а думала что один уйдет от второго чуть-чуть там на какой-то пальчик мне будет нужно так что вяжите смело если это не какие-то косы супер супер косы которые съедают да здесь можно даже еще пару петель в ширину пару рядов длину и это в общем то даже может быть для мужской руки небольшой мужской руки так что я довольно придовольна покажу их поближе вот так смотрится варежки они чуть-чуть влажновато я всегда успеваю довязать успеваю постирать а высохнуть они прям сразу при сразу не успевают и вот другая сторона варежки здесь просто после резинки лицевая гладь простейшие варежки как я люблю хотя и дойду и до сложнейших этот не вязала варежки уже много много лет а сейчас как прорвало боюсь что это не последние может показаться что варежки узковатый нет это рисунок суживать на такой вот он так сказать специфика рисунка варежки на мою довольно таки полную руку очень очень даже замечательно сели мне нравится что касается с позволения сказать рисунка вот оттеняет он другой телефон который делает фотографию лучше показывает здесь очень много седины это чередование 3 лицевых 3 изнаночных 3 лицевых 3 изнаночных 3 лицевых 3 изнаночных и когда это рядочка вяжу то делаю перемычки изнаночными 2 изнаночных рядочек это у меня 2 видно вот 1 2 у вас может быть сколько угодно после них я провязываю еще 3 лицевых и делаю перемычки уже на других шахматном порядке еще 3 лицевых провязываю и там же где были делаю еще 3 лицевых и так далее и получаются они в таком вот шахматном порядке в шахматном разнобросе как поверло вот наверное видно они начинают укладываться таких я сделала 10 перемычек и вот она 10 последний когда я перешла на лицевые рядочки и потом закрываю я все мысок называл в предыдущем ролике до сих пор не знаю как это правильно называться если говорить о количестве рядов на мою руку то следующие на спице номер два именно на тонкие спицы я набрала что же лично торможу то 13 плюс 26 50 так если 13 было 26 52 петелечки и провязала 24 ряда вот здесь я меняю спицы 2 на номер 3 именно тройка и рекомендуется вязать вы можете оставаться при тех спицах если хотите по полотне можете брать какие угодно ведь кто-то иногда вяжет верхней варежки да есть какие-то там тепленькие уже я знаю от меня подруга имеет варежки из козьего пуха старые при старые страшненькие она вяжет варежки на размер побольше чтобы спрятать те это так чисто витрина типа у нее верхняя всегда нижняя очень мы все разные дальше я прибавил одну петельку только для того чтобы у меня получилось 27 этого можно не делать если у вас ручка потоньше можно прибавить больше если вас ручка потолще я вдруг поняла что мои 26 петель не туда и не суды вот эти дорожки которые я хотела сделать я их могла сделать 3 лицевых 2 изнаночных 3 лицевые 2 значит метод должен делиться на 5 а у меня 26 на одной я вижу на двух спицах 26 и 26 меня 3 рабочие вот не то не все не убавлять же мне не 25 делать я не люблю убавлять здесь и поэтому я решила прибавить одну получить 27 и тогда у меня уже будет не 3 лицевых 2 изнаночных а 3 лицевых 3 изнаночных 3 лицевых 3 изнаночных вот так я и сделала вот эти дорожки у меня пошли здесь у меня 16 рядов мне этого достаточно от того как резинка заканчивается я еще раз оставлю ролик где мы с вами вяжем варежки подробнее по моему там тоже было 16 рядов там побывай толще нитка но потоньше спицы здесь потоньше нитка но спицы потолще ничего не перепутал 16 рядов дальше я оставила петли для пальчика таким образом 2 петли у меня со спицы провязались 10 петель для пальца и так как вы вяжете если на четырех спицах то у вас в общем то на 1 будет 13 другой 14 но вот вы распределите у меня вот здесь всего 27 петель 2 я провязала 10 положила на пальчик все остальное на ладошку вот начиная с пальчика да вот эта часть очень удобно и очень уютно дальше я провязала рисунком конечно вот тут я честно говоря сбилась то ли у меня 39 рядов то ли 40 я вот этого я знаете как ориентировалась дело в что пальчик я отделяла когда у меня вот таких вот перемычек было три раз два третью перемычку я связала и прямо в начале 4 я отделяла пальчик а потом я провязала их еще раз говорю 10 и перешла на просто лицевые рядочки которых я провязала 6 и вот у меня в итоге то ли 39 то ли 40 но посмотрите как только я говорю начнет прятаться мизинчик это у каждого свое как только мизинчик спрятался мы переходим на вывязывание вот этого клинушка я опять назову сейчас мысок вот и смотрите можно поменять пряжу до уголочек треугольничек пальчик резинку если мы свяжем одним цветом меня в планах такие вальчики есть это будет совсем другая история то есть если вы переходите на другой цвет переходите но в общем грубо говоря да в районе 40 рядов у меня вот отсюда в районе 40 рядов предыдущих было поменьше этих варежках точно помню что поменьше но здесь нет к здесь нет к потоньше я количество рядов прибавил все через примерки спрятался мизинчик пошла вот не забудьте именно в это количество рядов не только рисунок но и если вам нравится такой маленький треугольничек вы можете про это забыть и прям крохотный мне он как-то кургузеньким смотрится на фоне рисунка поэтому я всегда несколько рядочков провязываю просто лицевыми поэтому вот в эти 43 то ли 39 то ли 40 они тоже входят и потом я закрыла петли все мы в том ролике с вами аккурат говорили дальше я набрала 10 петель которые на спички на бросовые ниточки на булавки у кого на чем подобрала 10 петель чик там где мы оставили тоже у кого на чем они могут быть их просто закрываю кто-то опять на бросовую ниточку как угодно и я еще с левой и в правой сторон набрала по 2 петелечки для пальца так ему будет более уютно и вязала я пальчик 22 ряда потом я тоже перешла на закрытие смотрите пальчики у всех разный да это нужно тоже примерять как только прям где-то вот тут вот я даже ноготь во внимание иногда беру иногда не все-таки растянется как-то вот собирается скрываться мизинчик до пол ногти где-то вот я начинаю закрывать пальчик мы с вами вместе закрывали в том ролике который я ставлю как вязать варежки все я вам показывал джемпер из дроп с лора в предыдущем видео еще раз повторю кто впервые резиночка вот так она вроде как держится она не будет держаться мы сняли опять померили сняли померили она будет вот так вот эти вровень с варежкой со временем она будет вот просто такая но это как у многих варежки и подваленная такая функцию резинки но у меня например не держит сейчас я так вот потяну я когда стираю все красиво здесь тяну здесь расправляю очень важно после стирки расправить изделия сейчас тоже померила варжон очку даю здесь вот надо потянуть здесь вот расправить мне штатив мешает я очень очень долго расправляю через пять минут прихожу посмотрю как и что полотенчик сверху мне очень нравится когда вот вещь новая но гладкая красивая и приятные в руках подержать и людям вручить это очень здорово но резиночка со временем не будет такой вот резиночек она будет да как у всех большинства варежек если конечно это не связано на машинке двойной резинкой там есть же двойные варежки да двойные почему двусторонним их называю ну а раз уж я выделил два моточка на варежки то вот именно из этого я могу спокойно связать варежки даже мужские большого размера начиная прям с резиночки может быть на каждую спицу по одной две петельки побольше посмотрим руки тоже они как я уже сказала разные но не хочется связать еще одни тоненькие при тоненькие тепленькие при тепленькие вот на позднюю осень на начало зимы прелесть прелестная это был мой единственный финиш а стартов у меня нет я конечно могла затратить полчасика на то чтобы сделать наборный ряд и связать там я не знаю пять шесть рядов будущий например наволочки на подушечку думку или набрать и показать два с половиной ряда будущий шарфик кто и шапочки и варежкам которые мы кстати с вами связали именно на этой неделе но я не хочу этого делать потому что у меня еще не создался как бы образ я еще не знаю шарфик ли палантин если шарфик то какой а просто вот ну для кадра красивого нет не тот случай подушечки думки знаете если я еще думал только об одной подушке сейчас я хочу серию подушек продумать я не знаю когда я начну но вам идею скажу вот представьте три беленьких подушечки или две бенит лучше три наверно беленьких подушечки одна связана просто лицевой гладью вторая подушечка например связана косыми жгутами самыми элементарными которые можно только себе представить они будут хорошо смотреться при высокообъемном акреле ну а третья например шахматкой как вот несколько лицевых несколько изнаночных но мне нужно сесть и посмотреть вы даже эта же шахматка до шириной квадратики поскольку петель будут высотой во сколько рядов я не хочу все это наспех конечно можно потом делак физиальных сказать вот я начала распустил и так далее самое главное чтобы сейчас когда нет даже если я распущу это будет но так случайно поэтому я обязательно продумаю эти проекты и в других встречах с вами все расскажу стартов у меня в этот раз не будет а может быть это даже символично первый день был старт только старт не было финишей потом 2 3 4 дни были именно и старт и финиш а сегодня так сказать заключая завершая завершая неделю своих стартов и финишей пусть у меня будет финиш без начатышей как-то даже очень символично но я зато вам покажу еще один финиш правда не мой а мамочки сегодня когда я отнесла продукт мне вручили такую прелесть вы ж только посмотрите вы ж только посмотрите какой гарнитурчик у меня есть да 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 все правильно одна салфеточка большая такая главенствующая это центр стола для вазочки для езда конфетницы для тарелочки с тортиком неважно для чего это такая прям вот главная жена можно сказать вот и 66 я все как-то два просила я не знаю с чего это связано вот по яркости я думал кавказской пряжи но нет это не кавказской пряжи я же маме вот львиную долю пряжи которые я получаю я раз до раздариваю в том числе и маме она потом по дружинкам вот у меня была такая пряня то нам не сейчас есть это я про яку я не могу сказать то есть в салфеточках может быть пряжа с хлопком с шерстью неважно что-то связано что-то осталось узелочков конечно много но тем не менее остаточки очень красиво находят свое применение я в восторге у меня такого цвета не было и как мама так ведь как я вы меня научили разделять лицо изнанку то они бы положили салфетку изнанку маленько начинаю рубить представляете что творится то это самое где сна и а мама очень любит добавить я знаю другой цвет она бы там беленьким отделы это было бы очень красиво но зная что я люблю однотошки вот ну такая я я люблю однотошки вот и мамочка связала мне однотонный счастливы представляете 6 обычно в гранитурах там в комплектах которые мы покупаем сервизах и он даже слова начала подбирать в сервизах обычно 6 же чашечек ложечек тарелочек вот так что представьте какой вот ой хочу я беседку круглую чтобы там круглый столбов какое прекрасное чаепитие с духмянными травами можно было бы устроить так на эти штучки не смотрим сейчас я найду другую девятый десяток я просто в восторге так может быть на белом фоне еще стоить так сейчас кто-то просил показывает знание он абсолютно одинаковый но я покажу так вот она малявенькая так вот она центральная вот она центральная вот такая красота мне нравится очень несмотря на то что маленькие салфеточки кажутся одинаковыми они чуть-чуть разные и я не могу сказать специально то получилось ниточек ли не хватало вот здесь например вот таких вот веерочков я насчитала 7 раз два три 4 5 6 7 до 7 вот здесь таких веерочков я насчитала 6 раз два три 4 5 6 может быть ниточку экономил я не знаю мамульчик но они вот так если не скажу тут и когда я все это накрахмалю здесь вообще 5 раз два три 4 5 когда я все это накрахмалю все это разутюжит будут просто такие красивые блиночки и в общем и целом но для меня это великолепие решила с вами поделиться может кто-то захочет я много гарнитуров в общем то еще ссылку оставлю шикарные там овальные салфетки у мамы скатерти плюс салфеточки обязательно оставлю ссылки для того чтобы кто желает посмотрел это веерочками то вот этими и кошками но все в любом случае все очень очень красиво очень красиво обязательно крахмалю мама мне там собирает еще одну горчичную салфеточку я показывала в роликах горчичную одну центральную две маленьких и там еще какая-то получается вот и я потом все вместе это крахмалю но это было все о чем мне хотелось сегодня рассказать и что мне хотелось сегодня показать огромное спасибо за внимание и до новых встреч мой добрый зритель они обязательно будут и до новых встреч Продолжение следует...